Десерт тирамису Первое, с чего мы начнем, это приготовление палочек савоярди. Палочки савоярди, да, их можно купить не только в магазине, но и приготовить в домашних условиях. Сейчас я вам это покажу. Первое, с чего мы начнем, это взобьем белок с сахаром. Отделите яйца, желтки отдельно, белки отдельно. Белок в дежур. И начинаем взбивать на средних оборотах. Когда вы начинаете готовить бисквит, первое, что вы должны сделать, это включить духовку. Включаем духовку на 170 градусов. 170 градусов. У нас белок посветлее взбился до состояния такой пены. И можно небольшими порциями добавить сахар. При взбивании белка очень важный момент, чтобы в белок не попал жир. Жир, то есть кусочек сливочного масла или жир, это тот же желток. Если попадет немного желтка в белок, он просто может не взбиться. Поэтому проконтролируйте, чтобы у вас в чаши комбайна был только белок. И сахар. Весь сахар добавила. Теперь нужно подождать, пока белок взобьется до устойчивых пиков. Важно не перебить белок. Перебитый белок выглядит таким сухим и рыхлым. Он как бы разваливается. Он не гладкий, не эластичный. Практически все. Очень важный момент, когда вы готовите бисквит савоярди, у вас максимально должен быть взбит белок, то есть максимум кислорода в нем. И максимально взбиты желтки с сахаром. Все. Готово. Перекладываем белок. И чтобы не мыть чашу комбайна лишний раз, мы здесь же можем взбить желток с сахаром. Белок пока может пару минут подождать. Желток и сахар. Желток с сахаром взбиваем до появления устойчивого рисунка. Желток посветлел, увеличился в объеме. Он не будет таким плотным и устойчивым, как белок, но он должен быть все-таки максимально воздушным. Теперь соединяем белок с желтком. Объединять все ингредиенты нужно очень осторожно, деликатно, чтобы сохранить, максимально сохранить воздушность. Поэтому аккуратно перемешиваем белок с желтком. И добавляем с помощью сито, добавляем муку. И деликатно вымешиваем. Чем активнее и интенсивнее вы вымешиваете, тем вы теряете просто эту воздушность. Масса получится более жидкой. Бисквит, если бисквит будет более жидкий, здесь нет у нас разрыхлителя, здесь воздушность только лишь за счет взбитого белка и желтка. Так вот, если масса будет жидкой, то у нас получится забитый бисквит. Деликатно, осторожно, как бы слегка протрушивая. Видите, тесто дышит. Здесь можно вместо силиконовой лопатки использовать округлую шумовку. Она тоже хорошо будет промешивать. И при этом мы не будем терять воздушность. Бисквит. Все. Видите, какое получилось тесто. Воздушное, оно просто дышит. Противень. Пергамент. Чтобы удобнее было отсаживать, можно приклеить пергамент, чтобы он не ездил. Мешок. Насадка. Металлическая насадка. Может быть, пластиковая. Я больше предпочитаю металлические использовать. Они не так часто сколы дают. Пластик убивается намного быстрее. Это насадка диаметром 15 мм. В принципе, можно начинать от 12. От 12 до 16 вполне подойдет. Подворачиваем, делаем такую заглушку. Чтобы тесто не ловить по кухне. Выворачиваем мешок на одну треть и держим как стаканчик. Пластиковый скребок. Ну, или силиконовая лопаточка тоже подойдет. Перекладываем бисквит. И отсаживаем палочки. Савоярка. Можно, конечно, себе поделать какие-нибудь разметки, но не обязательно. Я это делаю на весу немножко. Так савоярди будут не приплюхиваться. И сахарная пудра для корочки. Присыпаем сахарной пудрой и убираем выпекать савоярди. Температура духовки 170 градусов буквально 15 минут до золотистого цвета. А пока савоярди выпекается, мы приготовим крем. Возьму маскарпоне и сливки. Маскарпоне и сливки. И взобьем до устойчивых пиков. Какой же тирамису без маскарпоне. Кстати, я готовлю маскарпоне. Если у вас хорошие качественные сливки, приготовить маскарпоне можно в домашних условиях. Сливки, немного, чуть-чуть лимонного сока. Доводим до кипения, постоянно помешивая. На марлечку. И получаем через часов 5 прекрасное маскарпоне. Взбиваем маскарпоне со сливками. Отлично. Сливки с маскарпоне взбиты. Они держат форму. Сливки, кстати, не менее 30% жирности. 30-33 не сладкие, кондитерские, не кондитерские сладкие, а кулинарные не сладкие. Снова кондитерский мешок. Та же насадка. Можно, в принципе, взять и фигурную насадку, но у меня будет такой упрощенный вариант. Одна треть крема отправляем в кондитерский мешок. Эту треть мы будем использовать для декора. Тирамису. Можно пока убрать в холодильник. Перекладываем взбитые сливки с маскарпоне. Сливки с маскарпоне взбили. Это всего лишь одна составляющая нашего крема. Теперь нам нужно взбить белок с сахаром. Взбиваем белок до пышной посветлевшей пены и потихонечку добавляем сахар. Кстати, савоярди уже готовы. И можно их доставать. Пока белок взбивается, пусть савоярди остынут. Красота? Отставлю пока на задний стол. И продолжаем взбивать белок. Добавляем небольшими порциями сахар. Белок готов. Пушистый, воздушный. Именно он даст нашему крему воздушность. Перекладываем в миску. И в этой же деже можем взбить желток с сахаром. Какое-то прям дежавю. Савоярди мы готовили практически по той же технологии. Желток и сахар. Здесь можно к желткам сразу отправлять сахар. Кстати, если белок вы можете перебить, то желток может взбиваться хоть целый день. Ничего ему не будет. Он будет только лучше от этого. Пока у меня взбивается желток, я подготовлю все необходимое для сборки тирамису. Значит, для крема белок взбит. Сливки с маскарпоне готовы. Форма. Остывшие палочки. Я приготовила заранее пропитку. Здесь у меня американо. Без сахара. Для того, чтобы десерт был не приторный. В принципе, в классическом варианте к кофе добавляют еще алкоголь какой-нибудь. Но у меня сегодня будут дети в гостях, поэтому сегодня без алкоголя. Желток тоже уже взбился. Сахар в нем растворился. Он посветлел, увеличился в объеме. Желток соединяем с маскарпоне и сливкой. Перемешиваем. Теперь небольшими порциями добавляю белок. Вымешиваю деликатно. Такой пушистый, воздушный. Точно можно на таком креме подняться до небес. Просто облачко. Есть? Так. Собираю тирамисо. Собирать буду руками, палочки окунать в сироп, поэтому я беру перчатку. Я специально выбрала такую прозрачную форму для того, чтобы были видны слои. Это очень красиво, аппетитно и уже вызывает желание съесть просто весь этот торт. Так. Нож. Ой, давайте я вам срез покажу. Посмотрите. Такой пористый. Да? Воздушный. Так. Я разрезаю савоярди. Буквально там 3-4 штучки. Для чего я это делаю? Для того, чтобы был виден самый трес. Просматривался по кругу, выкладываю савоярди на дно. Хорошо пропитывайте. Савоярди это любят. Сильная пропитка. Я вообще обожаю кофе, а кофе в десертах вдвойне. Кстати, в пропитку можно добавить, я понимаю, что это может быть такое экзотика, но все-таки если в пропитку в кофе добавить немного сока маракуйи, у меня потекла слюна. Боже. Это очень. Пропитываем палочки и укладываем их. Палочки можно заготовить заранее и хранить в герметичном контейнере несколько недель. В любом случае, все равно они подсохнут, а вы их все равно размочите в сиропе, поэтому не страшно, если они подсохнут. Теперь заливаем слой крема. Снова палочки. Еще один слой крема. Красота, какая вкуснота. И немного декора из того крема, тех взбитых сливок, которые мы с вами отложили. Сливки с маскарпоне. Делаем из тирамису ежик. Тирамису нужно отправить на пару часов в холодильник для того, чтобы крем стабилизировался. И перед подачей присыпать какао-порошком. На два часа в холодильник присыпаем какао. Я до того момента, как побывала в Италии и попробовала настоящий тирамису, мне всегда казалось, что идеально сделать какой-то торт с идеально гладкими, выровненными там краями. И отрезать идеально ровный кусочек. И в этом вся прелесть. Нет. На самом деле тирамису подают как? Ложкой. Оп! Ляп! И лучшая презентация. Я сейчас ляп, конечно, не буду делать. Но все равно достану просто кусочек. Тирамису выложу на тарелку. И будем пробовать. Вот, вот праздник. Подписывайтесь на мой канал и получайте больше вкусных, красивых, полезных, интересных десертов.